добрый день господа мотоциклисты в этот раз мы будем балансировать колесо если вы к примеру захотели сменить резину с кроссовой на шоссейную чтобы кататься в городе кстати прикольная развлекуха мотоциклы злые вот эти маленькие то все это дело можно сделать в условиях даже гаража и до дома если вы имеете вот такую вот стоечку она должна быть выстрела строго по горизонтали это можно использовать уровень строительный обычный вот плюсов такой балансировки если посмотреть любой ролик гонок гран-при то вы увидите что там балансируется мотоколеса только вручную потому что автоматический станок у нее есть погрешность потому что там имеются валы и подшипники там идет погрешность где-то плюс минус 5 грамм то есть балансирая балансирая вручную мы даже точнее делаем хотя это особый такой уж дикой важности ты не играет но и все равно это это как бы сэкономлены еще плюс деньги за балансировку вот начнем то есть мы взяли обычное колесо смотал энда с мотоциклом который у нас продается вот и мы его сейчас покажем как надо будет балансировать то есть вы сперва заменили резину на шоссейную вот и после этого естественно надо балансировать ставим и зажимаем ткану ткану сами ставим на эту стойку и вот так вот его просто берем и прокручиваем и смотрим видео снять я ночью должно у нас остановиться вниз будет самое тяжелое место вот колесо у нас остановилось и получается что внизу у нас самое тяжелое место поэтому берем обычные такие вот грузики они продаются в любом автомагазине то есть на у нас черных и не оказалось потому что для этот колеса было бы прикольно поставить бы черный груз вот чисто из эстетики берем вот опытным путем нам потребуются кусачки или нож но лучше кусачки так это удобно удобнее эти груза продаются по 5 и 10 грамм вот и начинаем самого маленького вот с пятерочки при этом сперва это протерев колесо от пыли чтобы он хорошо приклеился и берем и клеим строго вот на 12 часов вот на 5 грамм сперва приклеим с пятерки начнем самом самого маленького вот и теперь мы опять его прокручиваем и смотрим вот она у нас крутится значит еще надо добавить добавляем еще пятерочку можно сразу в сторонах поставить груза не обязательно с этой стороны ставить можно и с той стороны мы поставим здесь вот и теперь вот берем на 45 градусов его прокручиваем вот проверили она у нас уже не крутится теперь другую сторону на 45 градусов прокручиваем все колесо у нас отбалансировано то есть можно спокойно снимать ставить на мотоцикл и ездить то есть у нас получилось 10 10 грамм дисбаланс этой резины то есть в любых положениях она не должно прокручиваться вот если будет какая-то минималка это ничего страшного она в принципе не крутится все вот буквально мы за 10 и за 10 минут там отбалансировали крышло для и для питбайка все у нас полностью она отбалансирована и даже мы сэкономим 600 рублей на что мы можем даже купить для своего питбайка у нас магазине какими фенечки тюнинг вот такой у нас сегодня короткий ролик получил если мы если мы не будем балансировать а забьем на это дело то у нас будет безбаланс то есть быстрее будет изнашиваться резина она у нас будет изнашиваться еще причем неравномерно может повлиять на износ подшипников но это в меньшую степень это влияет просто будет износ резины идти неравномерный и все такое но и возможно если сильный дисбаланс здесь всего лишь 10 грамм но если к примеру там 40 грамм то может даже чувствоваться при езде будет что-то такое некомфортно будете себя чувствовать при езде на вашем мотоцикле уже по дорогам общего пользования хотя ездить по дорогам общего пользования нельзя на таких мотоциклах но многие многие очень делают особенно стендрайдеры они любят эти мотоциклы вот и поэтому ставят всем привет ребят с вами rolling moto и у нас для вас короткая но очень важная информация вступайте в наши комьюнити и делитесь с нами вашими новостями масштаб новостей может быть разным прокололи колесо но и чемпионат мира высылайте любые новости нам в инстаграм в директ все новости будут публиковаться на нашей ежедневной youtube трансляции и лучшие получат наши фирменные призы с вами был rolling moto включайся прошлый раз мы забыли рассказать про тормоза и в этот раз исправляем эту оплошность потому что на тормоза как вы думаете как вы даже знаете я думаю это важное в мотоцикле для вашей же безопасности для таких для прокачки тормозов существует специальный инструмент вот но мы его использовать и не будем потому что не у каждого он есть этот инструмент вот и стоит он не стоит он не дешево мы покажем просто дедовским способом как это прокачать и ничуть не хуже по качеству прокачки как и используя пистолет для прокачки нам для этого потребуется если мы именно вот эту модель будем прокачивать тормоза ключ на 8 для штуцера чтобы откручивать и какую-нибудь емкость можно использовать бутылку разрезать там пластиковую ну любую емкость можно использовать то есть одевая на вот этот штуцер только не забыв туда налить тормозухи то есть мы покупаем сперва тормозную жидкость при покупке смотрим что написано на крышке тормозной машинки там должно быть написано какая тормозуха вам для этого мотоцикла требуется то есть они отличаются есть до 3 до 4 до 5 вот обычно сейчас во во всех современных мотиках ну практически во всех используется до 4 но уже пошел до 5 вот и смотря маркировку на машинке на тормозной машинке мы покупаем соответственно тормозуху вот купив это все дело вот мы откручиваем саму тормозную ставим мотоцикл в горизонтальное положение обязательно вот чтобы он был стоял более-менее ровно вот полностью я откручивать и не буду потому что мотоцикл новый здесь не хочет чтобы были видно что кто-то уже что-то здесь сделал вот открутив эту крышку она снимается двумя двумя болтами вот для этого просто потребуется обычная отвертка крестовая вот и заливаем туда наши тормозухи что предписано на машинке после этого можно вдвоем можно одному это все сделать это уже от умения человека все зависит ну в принципе вдвоем это удобнее делать то есть плюс в нашу в нашу емкость мы тоже зальем немного тормозухи совсем чуть-чуть вот и и одеваем на этот штуцер сейчас где у нас здесь какие-то переходнички есть чтобы нет нет будем просто этой вот обязательно чтобы была трубка прозрачная тоже можно использовать любую трубку вот только чтобы она была прозрачная вот так еще надо выставить ее маленький вот вот так одев его вот мы начинаем создавать вот е-мое все падает у нас блин маленький этот надо что-нибудь приспособить нужно подлиннее просто трубку видите мы что-то сегодня не подготовились нифига вот и одной рукой мы создаем давление а при этом выкрутим выкрутив регулировочный винт на рычаге до упора то есть чтобы у нас был полный ход рычага вот и одной рукой мы создаем давление там качает к примеру пять-шесть раз а второй рукой мы открываем сам штуцер и в этом случае у нас рычаг должен опуститься к ручке то есть давление уйдет на ручке сцепления и таким образом мы повторяем пять-шесть раз вот чтобы прогнать полностью всю старую тормозуху выгнать из системы ну пять-шесть раз это много это я для больших мотоциклов где два диска здесь можно и пару раз то есть мы прогоняем пару бачков то есть но при всем этом не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в емкости в нашей с другой стороны есть окошко вот там где будет указан уровень сколько нам после прокачки залить подлить туда тормозной жидкости полностью заливать не надо под самый верх это будет очень плохо это это могут даже подклинивать тормоза вот заливаем строго по уровню вот закрывая штуцер до упора ну тоже без без вот фанатизма и закручивая крышку тормозной машинки и отрегулировав уже винт как нам нужно винт регулировки ручки то есть и уже проверяем как у нас после нашей прокачки работает вся наша система к ручке она не должна прижиматься сам рычаг тормоза то есть вот чувствуется усилие то есть значит мы все прокачали правильно то есть очень очень простая операция это можно сделать даже на улице возле метро и аналогично мы делаем задним суппортом то есть аналогичная операция тоже самое открываем бачок все подсоединяем берем отвертку ключ на 8 или на 10 там разный размер бывает и в два захода два бачка прокачав мы точно так же проверяя только уже ножкой ножной нашу сделанную работу и в принципе все то есть это можно сделать буквально там за 40 минут но самое главное еще тормозная жидкость она очень едкая и если будете делать там в первый раз обязательно положить какие-нибудь тряпки чтобы если вы прольете чтобы на лакокрасочные покрытия не попало все это может спокойно разъесть краску но если вдруг попало то просто смойте водой или еще чем-нибудь тока нерастворителя можно бензином без разницы вот все это смыв ну я думаю все понимают что тормоза хоть как и говорят что это придумали трусы но влияет очень сильно на движение если вы на это забьете дело на замену тормозу она гидроскопична то есть она впитывает влагу до 3 до 4 они все впитывают это уже сейчас современные тормозные жидкости до 5 они там я не помню то ли на минеральной основе вот они уже не впитывают влагу но это уже для современных мотоциклов то есть это только на только на современных ну в скором будущем будет использоваться и на всех до 5 вот если если мы на если мы на это дело забьем вот то может в какой-то момент оказаться что просто у нас не сработает то есть ручка ужмется и тормоза будут вялые и будет исход очень нехороший и вот поэтому следите за уровнем и вообще меняйте почаще тормозную жидкость на этом мы с вами прощаемся всего доброго счастливо